так вот у нас есть баллоны сейчас нам надо сделать поддувальца для обслуживания печка будет многофункциональная она будет как на дровах на пилетах на пилках и на отработке вот хочется сделать такой вот комбайн для гаража вот что есть то и жжем вот поэтому сейчас мы сделаем разметочку под поддувала она уже будет служебная для чистки там дверца вот небольшая где-то вот так чтобы рукой можно было туда залезть обслужить такая да я думаю что где-то это такая в чем прикол да я делаю это все вообще по вдохновению никаких чертежей никаких как бы не копирую ничью печку то есть вот есть вдохновение я так вижу я так делаю я вообще люблю так делать не всегда все получается потом приходится кое-что переделывать вот ну ничего не ошибается тот кто ничего не делает мы знаем это так тут надо будет тут я вас научу одной тонкости хитрости такой вот когда делаете такие печки если вы будете делать вот так как я покажу у вас будет минимум ошибок ну сначала мы как бы померяем вообще что я тут нарисовал потому что нарисовано все окно 8 8 8 до 8 как 7 раз отмерь один отрез на как мы все знаем поэтому лучше все нарисовать вот в чем тонкость смотрите на дверь надо будет сделать петли вот если мы тупо вырежем сейчас всю дверь она выпадет туда и потом нам надо будет как-то ее лепить клеить там вот что-то с ней думать поэтому мы делаем рез вот так вот так и вот так оставляем одну сторону не отрезанной вот она у нас остается на месте никуда не отгибается все стоит на месте когда здесь будет щель мы варим петлю и только после этого отрезаем вот эту часть у нас получается уже дверь на петле то есть нам не надо выставлять и надо мучаться мы как бы все это делаем достаточно легко вот но сейчас я вырежу и вы увидите вот так вот тут вырезан 2 вырезаны два шва и сейчас будет опять маленькая подсказочка мои юные самодельщики изобретателя все кто захочет это сделать сам вот я никогда не выкидываю остатки кругов вот они у меня вот то есть вот эту часть лучше отрезать этими остатками вам легче будет попасть какой-то потоньше есть вот этот потоньше вот ним мы будем резать мы таким способом и диск сэкономим вот их получится у нас намного легче это сделать потому что если бы я резал большим я в очень далеко зашел бы за линию поэтому сейчас будем резать малышом вот ну и вот что у нас получилось вот видите она уже ходит то есть мы освободили сейчас мы приварим здесь петлю потом отрежем здесь и у нас получится готовая поддувала вот ну сейчас тоже самое сделаем стопочной дверью в общем как я говорил оставляем эти места пока здесь и здесь здесь от она уже у нас отошла находит вот и мощно приваривать плохо кстати что она сильно так отошла надо будет каплей посадить назад когда буду устанавливать петли вот ну уже как бы можно зачищаться вот и ехать к токарям за петлями сейчас чуть-чуть подчищу вот так вот 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 печка не должна стоять баллоном на полу вот это и теплообмен ухудшает и мало ли что у вас там на полу вот то есть вот вот приварил ножки вот приварил ножки из деловых отходов вот все что валял и все хватал и варил ну сейчас мы это все подрежем и печка будет стоять как надо вот ну вот за совсем небольшое время имеем замечательную заготовку для печки из газового вот такого вот баллона вот был такой же баллон вот я не знаю сколько ушло времени ну час-два максимум вот и как бы в основном все идет из деловых отходов конечно если пойду купать металл на металлобазах то цены сейчас достаточно высокие вот если вы не выкидываете деловые отходы если у вас там какие-то кусочки всегда что-то где-то остается вот то на этом можно существенно сэкономить так же как я и говорил с дисками вот так что вот такая вот у нас заготовка вот ну остается купить недостающий металл вот и закончить печку все спасибо что смотрите печка по моим замыслам должна получиться очень интересная вот подписывайтесь на канал и смотрите следующее видео спасибо до свидания не забываем ставить лайк если любите сами делать такие вещи спасибо 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 спасибо